так ладно давайте мы с вами по чату пройдемся что у нас тут на ю тубе они пройдемся герман у нас вернулся я здесь дорогие друзья ну что же у нас следующая карта вот-вот уже стартанет эта карта убежище принципе атрибуции тоже играть умеют и следует отметить что командовать за сейчас находится на грани первого поражения сразу же в сезоне опять же если они отдадут карту команде a3 бутся хотя что-то мне подсказывает что здесь но на 2-0 и камень на камне не сойдется здесь явно будет 21 в чью-то пользу но в чем мы уже посмотрим непосредственно непосредственно в этом матче ну поехали поехали у нас ушки пока что активно играет под мостом тиро коннектор умывайка в station смотрится аркаду на лонг пока что ничего серьезного здесь не происходит фрид активно пикает шарта и вот у фрида кстати первый контакт на карте скорее всего и будет уже увидел сошки видит плана план погибает но здесь уже и сам при достается очень битом его вариант открывает уже 4 в 3 опять же старт довольно неплохой для команды атрибуции сейчас ни в коем случае нельзя расслабляться б-плейн полностью отпустили игроки команда у икз райден это прекрасно понимает уже потихоньку пошел на смещение но также не исключает варианта что соперник давно мог занять этот бомб сайт и пока что один не открывается на перестрелку но сюда подтягивается еще и будет установлен от солушки есть минус пози райден разменялся но теперь по максиму падает информация таймер теперь работает в пользу команды атрибуц бомба была установлена и и таган остался один такой абсолютно со всех позиций вы их добирается до и тагана есть минусы это 1-0 отлично отлично дорогие друзья начало атрибуц вновь более чем положительное но опять же не будем забывать что это атака так здесь конечно свою сторону должна реализовывать на сто процентов ну поменяется ли дефенс от а в этом раунде я думаю вряд ли все таки первый рамп можно сослать на какую-то невнимательность да и на какие-то некоторые помарки от командовых за я думаю ребята все таки до конца будут свою линию но здесь на атрибуце в принципе от своего исходного не отходит они играют также пассивно вначале они играют на ошибку со стороны соперника и вот райден первую ошибку как раз таки в действие команды атрибуц нашел его вариант за нее неплохо таки заплатил поехали смотреть с минус одним уже с минус двумя игроками команда атрибуц попытается выиграть этот раунд твоего соперника но план находит минус по фриду плюсом зишка опять же разменялся через виду ситуация четыре в два уже три в два целушки очередной минус по и тагану смещение имеется на коннектор у него имеет под бейзиком бейзик моментально теряется футбара в стейшн проходит через лонг и по нему теперь тоже есть информация в соответствии максим важным сейчас будет зажат в районе apple и тайму отсюда явно никуда не уйти на каждую против него стреляется только олег ановнин райден принимает решение отойти на пески но и вы стоишь на не подпускают на плейнт хотя в принципе то пустят но вот дальше фугас ставить будет неудобно да просто дело в том что вы встреч на огромные дилеммы все-таки с коннектор или слонга придет второй игрок понятно пози есть необходимая информация его стейшн просто не выдержат этих пиках постоянно от зибона и просто принимать решение уйти под абсолютно другую позицию разыграть это там немножко иначе все-таки время позволяет ну а райден оказывается вообще был зимотом на одной и той же позиции на больших песках и но посмотрим и вы стоишь принимать решение целиком полностью пойти под б я думал может как-то фейкует здесь но нет принимает действительно кардинальное решение смене позиции и райден зимоном пока что даже не знают чего ждать от своего соперника его стейшн то уже закрадывается в б-дом и устанавливает бомбу хорошо хорошо обвел но вот команде ауэкзе если они все-таки проиграют этот раунд не знаю им надо мне кажется уже что-то обсудить внутри своей команды поскольку раунд то начинался 2 фрага со стороны команды ауэкзе здесь уже ситуация 1 в 2 но его стейшн зря конечно так открытый играет райден долгинг и сразу понимать соперник работает на упор а то в стейшн есть очередной минус это 29 против 28 процентов здоровья в принципе на разных будут бороться зима с рефаерами добраться и все-таки у него это удается это один-один но раунд выдался валидольный да слушай вот эти 7 хп конечно от зима на которые у него в итоге-то остались концепта раунда могли вот 7 хп да вот казалось бы про начало раунда очень часто говорим что здесь он немного по на рейдил там немного по на рейдил а вот вот на 7 хп да вот олега чуть больше бы как раз соперник и покромсал бы ты глядишь рампа забыл бы уже второй за команда атрибут но так все-таки на кропалях олег ановнин на эту ситуацию выровнял для своей команды и фрид снова начинает активно пикать шорт здесь арбэх он играет и у него здесь два соперника на мосту это планы сошки и наверное придется надо здесь играть немножко аккуратнее ну и 1 минус от раунда есть под б-плантом минус вори отличный минус при усли учитывая то что сейчас действительно улажка у команды атрибут должна ходить постоянно искать фраги в атаке и вот без одной вашки либо крисов будет действительно проблематично играть дальше согласен смотрим за продолжением фрид находит минус по плану есть минус так же окей сошки на коннектор и здесь и таган все-таки отыгрывается находит фраг зишка разменялся но там уже и вейк еще остается под лангом практически в неудел находит фраг по зишке но остался один процент после этой перестрелки и томас спокойно смещается на добивание есть фраг и очередной раунд для себя забирают игроки команды ауэкзе ну что поехали дальше целиком и полностью раунд под б судя по всему готовит команда атрибуц райден будет на аркаде вейк уже на первых порах мчится аэшку под себя получил все-таки успел мансонуть за стену от фрида очередная к 1 мид лысо ушки эту аркаду не сдержал от и таган опять же поджимы вот если кто-то решит по мосту прогуляться у команды атрибуц ой а планта в спину сейчас выйдет и падает у нас и таган выход под бэк лент уже имеется от варя но также есть минус по фриду райден пора держать в соло эту позицию как раз таки три игрока и хотела выйти на эту точку но все-таки решение наверное будет о смене позиции и атрибуц к этому решению уже прибегли очень быстро а пока что они все-таки кардинально не ориентируются в район а плейнта только сейчас смещение от плана имеется и по-прежнему в районе боковой остается его стейшн смещение на миду отвори воре очень биты его стейшн уходит сейчас на коннектор максим попытается открыть эту позицию для своей команды там и вейзик уже вышел на мид войсик попытается собрать информацию я думаю он должен был слышать его стейшна и в соответствии давать информацию зишки пошла перестрелка его стейшн явно здесь не собирался скрывать свою позицию выходит на перестрелку зи находит фраг но и смещение через фон план пытается вместе с горе пройти есть минус поварян еще моментальный размер от плана но и зишка пытается добраться план отошел немного назад 17 кп против двоих но на голову играть если только да на голову и не на что более потому что все таки одно попадание по михаилу кожевникова это раунд номер три будет для команды а уэкзе но посмотрим смогут ли они этот раунд забрать так или иначе все таки мы видели с тобой очень много раундов и один в три и один в четыре когда соперник который играет одного как раз таки он со своим минимальным количеством здоровья на полоске хэлсбара и берет раунд и действительно такие раунды случаются не так редко мы посмотрим михаил кожевников тем более играет довольно необычным образом и райден может его не за чек но райден отключение что прямо включил скат ну и как-то не знаю план то ли побоялся то ли еще что-то то ли может ну хотел немножко еще более на тоненького сыграть все таки надо было наверное стрелять и уже один в один оставаться 1 3 а уэкзе впереди но по первой половине пока что здесь а уж ки действительно оформляют довольно неплохой заделка себя но и в соответствии через два раунда первая половина уже вообще может закончиться для команды атрибут а там кто знает как пройдет смена сторон смогут ли отыграться эти команды но поехали смотреть здесь жарки хаи от ядагана под сошки но играет уже в принципе предсказуемо все прекрасно знают как они работают под этой точкой и закидывают спокойно хаешками выход через лонг также не удается но эта строта уже просто избита она прочитана командой атрибут и они спокойно усилили позиции апплейнта команде атрибут надо сейчас срочно что-то менять те воли явно один в пять сейчас не справится 26 процентов здоровья если только какая-то доля рандома будет присутствовать в острей лбей сыграть на голову ну или команда а уэкзе сама подставится но это навряд ли на самом деле я бы на месте команды атрибут все-таки эти две минуты время потратил бы наверное на попытку реализации остальных раундов все-таки 41 это довольно такой шаткий счет если все-таки там команда а уэкзе берет следующий раунд это уже первая половина будет 51 а так если подумать если поднапрячь свои извилины можно вывести вообще здесь на 5 4 даже в свою пользу команде атрибуции это было бы неплохо но посмотрим один минус вариант нашел ну еще четыре четверых соперников надо постараться закрыть но здесь сразу же на первом натыкается из них это олег ановнин и олег ставят жирную точку в этом раунде 41 ну что от командовой сейчас довольно много зависит если берут этот раунд то это 5 1 1 половина будет опять один конечно крайне невыгодно для команды атрибут если они так проиграют в обороне отыграть знаю да в принципе никто не знает но как будет моральная составляющая у этих ребят все таки карту дожали причем довольно одно из сложных да как со стороны соперника что-то пошло не по плану ну ладно поехали смотреть есть у нас уже размер на карте и таган готовится принимать как раз таки через коннектор где отыгрывает соушки но здесь опять же довольно медленный стиль игры со стороны команды атрибут довольно агрессивный со стороны команды ауэкзе я уж боятся стрелять хорошо есть правда минус от сошки и бейка я планирую дает значительно здесь включение от вейсика и райдена так еще на хаешку под райдену так сошки вылетать уже не хочет но слушай там остались две уашки у команды атрибуции здесь ради ну конечно райдена как же его обманули как же его обманули просто включили кнопку control команда атрибуции вот одной кнопкой выигрывает себе целый аплент ну райден конечно прекрасно понимает что его сейчас надурили райден понимаешь наверное стоит все таки мансануться назад но до последнего надеяться что может быть кто-то выйдет через шорт но через шорт понятное дело мы с вами видим никто не пойдет ну что второй раунд для команды атрибут действительно очень близок и они его проигрывать просто не имеют права о райден через миддл кошки на ланге но опять же в упор работает вори сплэнта это прекрасный огонь и в любом случае райдена здесь ловить вори прекрасно слышит своего оппонента забайтил стрелку соушки и здесь вори навряд ли надо светиться но он засветился зря конечно стал прыгать хорошо забайтил но выход имеется все-таки от райда на подворе и воре его закрывает провалил а так ну что атрибула все постепенно вот этим раундом могут вернуть себе все от это отставание которое было заработано на протяжении всей первой половины но посмотрим так у нас опять же очередной выход под а плент от эвестейшн нас ушки и уэйка но здесь уже поймал под себя гранату и 31 хп у него остается и напомним что это уашка и наверное есть смысл дроп да вот как и только хотел сказать что есть смысл дроп на сразу налетели корошу на виде эвестейшн и эвейка я я заберу вот так и забрал эвестейшн как бывший уашкер своей команды он берет инициативу связь слушаетесь вариант уже в бэддом прошел сейчас у фрида будут огромные неприятно ладно какой же тайминг вариант почему ты отвернулся и при находит первый минус для себя и для своей команды 5-4 эвестейшн опять же играет очень опасно с коннектора здесь и таган готовится принимать от вейка был правда размен по вейзику но здесь и тагану не надо не надо ему пикать он сейчас чек не собрал информацию надо отойти если дальше пойдет на аркаду погибнет здесь два ствола открывается на чек здесь живо принимает от фрида был очередной минус фрид находит уже даблкил за этот раунд и с ушки разменивается возможно будет смещение от команды атрибут спот б плент но райден готовится принимать как раз таки у него довольно неплохо получается закрывать выход боковой секрет рума но райден сейчас принимает решение отойти непосредственно на бомб сайт откинуты гранаты и райден должен кидать инфу что нужна халпа там зишка уже в аркаде да зи дал информацию мол райден садись закрыт потому что они все ушли под б пленту и как же здесь про им этим сдул просто в стену со ушки олег еще один минус находит и вейк 1 2 видит райдена понимает что его надо как можно скорее убивать и а здесь уже олег приходит со спины и олег ставит точку на первой половине до 5-2 в пользу команда oexe ну что же двух раундов хватит ли команде атрибут чтобы победить на этой карте не знаю кажется мне что нет надо по 5 они могут провести шикарную вторую половину здесь вообще без вопросов выиграть 5-0 ну такой свод событий мне кажется крайне маловероятен мы посмотрим все таки эта игра принесла уже довольно много сюрпризов в последнее время и playstyle становится все быстрее все более необычным у команд и расстановка сил в командах также не далеко дефолтная посмотрим что будет на второй половине ну 5-2 довольно неплохой первый отрезок так скажем матча провели команда art of execution поехали смотреть за второй половиной ну что ж а уж ком надо давить надо дожимать своего оппонента и как же будут отвечать сейчас игроки команда атрибут неизвестно но первая половина 5-2 все равно считать провальный да с учетом новых правил яссо от вэзика имеется опен фраг солнышки опять же полетел на аркаду шатапку там от фрида выпад имеется у кого не будет минус по его стейшно но и позиции б-планета занимается но фрид не торопится ставить бомбу он пошел уже на позиции пиццов но здесь его ожидает встретить план гранаты и вори находит фраг по и тагану здесь же фрид закрывает плана но и ситуация 3-2 на карлина вори находится на шарте если будет чек то вори в принципе мог поймать застать врасплох своего оппонента но лент установлен так но здесь у вейка с райденом будет личная встреча и вейка ее проигрывает от рейд не из минус но здесь вариану с шарта выходить на трех соперников конечно будет равносильное убийство но что делать сами себя загнали в такой раунд райден нашел все-таки этот фраг варян даже успел разменяться по фриду это 6-2 ну что же команде в xz достаточно двух раундов еще в атаке забрать что победить на этой карте но там уже будет третье решающе но дойдем ли мы до нее или нет опять же во многом все зависит команда от атрибула но план первым же делом открывается на миддл и здесь же встречает вейзика смещение на лонг и где мы с вами видим аркаду со стороны атрибу вори и вейк готовятся поймать райдена закидывают гранатами райден пока что мансуется сам закидал хаешками своего оппонента но и вори вместе с вейком далее уже рисковать просто не стали отошли слонга в позиции плейнта альфы прием коннектора на данный момент от вори но и команда атрибуц тоже не форсирует события но выход судя по всему были через коннектор от фрида и тагана и у варяныч проблемы в принципе еще и вейк есть поэтому наверное проблема не такая большая а вот теперь 10 очень большая убили так скажем напорника на планту и это действительно очень неприятно но вори здесь просто на квадратном метре разбирается с двумя соперником чуть третьего не закрыл а это олег экономнил с двумя хп погибает фрид погибает олег и все-таки раунд есть от команды атрибут и это 6-3 ну что атрибуцы пока держатся атрибуцы очень неплохо держатся но для этого точнее для победа этого мало надо брать еще еще и еще накатом на храпом называть это как хотите но череда рандов должна быть от команды атрибутов но выход от фрида и зишки мы сейчас с вами будем наблюдать как раз таки под боковую возможно очередная попытка открыть без сайт но сушки должен прекрасно здесь слышит своих оппонентов откинуты гранаты его station где-то отыгрывать от машины в принципе у них пока вы идут зря я вышел на эту перестрелку надо было дальше играть на прием с окна погибает на шарте вариант на шорт зря полезно конечно и в итоге из-за того что полезли на шорт полезли на кт остались без двух ключевых игроков команда экзи этот раунд и точнее тот момент может стать не самым приятным на этой карте здесь вы хочет все таки бомб керри убить это минус райден бомба не установлена а теперь зимону надо играть 12 так во первом есть летальный демодж один в 174 хп против стану когда дело идет оба угах и вот такая вот разница минимальная в хп наверное все таки здесь не так значимых это отличие в хелсбаре смотри что делает вейк просто-напросто угадывает местоположение куда пойдет олег канов нет и олежа проигрывает этот раунд вейк просто шикарно сыграно это 6 4 5 2 напомню было первой половины сыграна игроки команды атрибут сейчас все ближе и ближе к тому чтобы сравняться со своим оппонентом в счете но если три раунда в ряд забирают победу за этими парнями посмотрим что будет но и здесь же выход у нас имеется на лонг опять же аркада от вейка райден уже к этому в принципе готов его регулярно здесь закидывают хаешками регулярно пытаются поджимать так что максим уже это выучил и готов дать отпор будет ли здесь опять же выход через коннектор пока что неизвестно и таган просто играет на прием и должен здесь в принципе выжидать тайминг а там вейзи вейзи не зачекал сушки спокойно вышел на мидл чекнул ушел на шорт и развернулся и все таки нашел своего оппонента но минус один игрок из атаки квитаться у него это удается правда погибает следом как же это было неловко пытался подобрать девайс на шарту но не ожидал здесь второго спортящего игрока фрейдосу это был и таган и устанавливается бомба на шарте уже в опоре находится план план выходит баксы и все-таки таган зачекал красавчик томас но и здесь вариант выходит уже через к ума с дабл киллы вот этот рандо вы их становится прямо действительно очень серьезным испытанием видит олега все алег просто напросто должен отсюда сматывать удочки и убегать играть закрытую месяц и таганом играть на разметку томас может 3 минус сейчас оформить но делает этот минус все-таки алег кановнен это 7 4 дорогие И, друзья, ну что же, если команда Вэйк заберет этот раунд, то это победа. Сейчас, конечно, как раз таки то, что от одного раунда будет зависеть исход этой карты. Для команды от Вэйк будет очень сильно надавить на их мораль. Но здесь аркада имеется на коннектор от Вори. Постоянно пытается играть в каком-то аркадном режиме. Игроки команды атрибуции, это явно не идет им сейчас на пользу. Погибает Вори, Вэйк смог благо разменяться, на ланге подставился у нас все-таки фрид. Но и будет ли это в дальнейшем все-таки выход под аплейн? Выход коннектора у нас не увенчался удачей. Солшки пошел на аркаду, Зишка погибает как раз таки на аркаде Сол. Но и Солшки навряд ли стоит идти дальше на мидл. Здесь просто перекрестным огнем позовить еще и от Райдена. Есть минус от Вэйка, Вэйк три полкил на хоре, Райден смог разменяться. Но и Максим остался один в три. Так, ну что, у Райдена здесь задача, конечно, максимум. Сделать парочку фрагов, но первый уже сделал. Но там уже с КТ-спауна приходит Эвэстейшн, ставит точку в этом раунде тоже. 7-5, 7-5. Два раунда в команде атрибут сподряд надо брать, чтобы выходить на серию дополнительных раундов на этой карте. Ну, произойдет ли это или нет, тоже весьма интересный вопрос. Ну, поехали, поехали. Будет ли у нас аркада? Да, аркада Тваряна имеется. И здесь его, по-моему, никто не ждет. И Ятаган от этой аркады погибает. Слушай, а вот этот мув, и вот этот, и вот этот, и вот этот мув могут стать, ой, какими ключевыми мувами по итогам этой карты. Остается один Максим Бабушкин снова. Ну, и теперь против четверых уже, а не против троих. Но, слушай, не знаю, Максу здесь подкидывают челленджи раз за разом. Да, из раунда в раунду, парни, конечно, здесь проблемы. Но команде АУХЗ, я не знаю, возможно, стоит воспользоваться сейчас паузой, и они это делают. Райден отходит спокойно на Т-рест, и сейчас явно выигрывает время на обсуждение для своей команды. Что же пошло все-таки не так? Но СОУшки его прекрасно слышал. Он должен давать информацию своим тиммейтам, куда сместился Райден. Ну и Райден пошел на стрелку, находит голову Вейкича, но далее СОУ все-таки его наказывает под мидом. И это очередной раунд для команды Атрибут. Так, ну что, дорогие друзья, ехало дальше. Последний раунд может оказаться прямо сейчас на этой половине. Если же команда ВАХЗ эту карту не забирает, то это серия допов. Да, действительно, здесь последний раунд. Сейчас, по сути. Но будет играться в любом случае до конца. Если 4-3 будет, то мы будем играть дальше до добора, до 5 раундов, дорогие друзья. Но команда ВАХЗ в любом случае здесь выиграет, если заберет этот раунд. Поэтому будьте внимательны. Я знаю, вам нужно время, чтобы ко всему этому привыкнуть. В принципе, мы с Максом тоже не так часто эту систему, да, так скажем, мы использовали только на мировых чемпионатах. И здесь путаница, конечно, будет от нас. Но, наверное, самое что ни на есть минимально. Но пока 4 в 4. Заход от Бакланды Вейкс также есть минус уже и по Фриду. Вейзик выскакивает на шорт вместе с Хитаганом. Отличный минус Айварян, Варян, Варян выходит на распят минус 2 от Вари. Но здесь Хитаган остается 1 в 1 против Вейка. Вейкли Вари, Вейкли Вари, это допы. Это допы, дорогие друзья. 7-7. Ууу, вот это матч. Да-да-да, вот только что хотел отметить, какой матч. Мы все-таки смотрим с вами, дорогие друзья. И по первой половине 9... Ой, по первой половине, по первой карте 9-8. Вторая карта у нас идет уже на дополнительных раундах. Но давайте смотреть, чем же все-таки закончатся дополнительные. Ну и здесь смена сторон у нас имеется... Нет, нет, смена сторон. Все, Максим, с новыми правилами. Уже думаю, что все по-другому, все по-другому. Нет, смена сторон у нас не будет. Все остаются на своих позициях. Ну и... Нет, почему атрибут переходит в атаку? Сначала миссии. Все, понятно. Максим, давай. Да-да, это сам. Смени меня, у меня душно очень, я сейчас подойду. Ну, давай-давай-давай, Максим. Так, ну что, поехали, дорогие друзья. Друзья, у нас довольно сразу же такая интересная особенность в первом матче легендарного дивизиона с новыми правилами. Поэтому всем вновь пришедшим здравствуйте. Вы, конечно, я думаю, сейчас многие из вас находятся в таком творческом шоке и не знают, как вообще понимать, почему насчет 7-7 допы и так далее. Но это пятибалльная система раундов. То есть нужно набирать 5 баллов, то бишь 5 раундов. И если вы набираете, то выиграете первую половину. То есть как на мировых чемпионатах. И первый раунд команда атрибут сразу же на первой серии допов практически взяла. Но вот Ятагану с Вейзиком придется это мнение, наверное, как-то поколебить. Нужно брать 2-3. Но учитывая то, что Вейзик очень битый, Ятагану, по сути, это придется делать в соло. Но Вейзик здесь, скорее всего, больше разменная монета. С своим холсбаром. Но здесь Томас выходит, погибает. И это еще минус от Эвестейшена. 8-7 атрибуция выходит в очередной раз вперед. Ну что же, поехали дальше. Ехала, ехала. Ну и команде АОЭКЗа. Дорогие друзья, система допов, в принципе, как и раньше у нас с вами идет. Допиш это до 2-х раундов. Точнее, до 3-х раундов. Трианда мы играем. Либо 2-1, либо 3-0. Чью-то из пользы команд. Ну что же, от Саушки есть энтери фраг по фридосу. Слушайте, ну я не знаю. С командой АОЭКЗа здесь на этой карте тоже случаются некоторые проблемы. И проблемы сейчас глобального характера. Если честно, потрать, но будет выход Саушки. Уже по нему пили в эту игру. Дай, может, так же еще есть минус. Нет или нет минуса? А Зибон, Зибон, он нужен фраг. Но Зи очень сильно проседает по холсбару. Ятаган, конечно, может выйти через шорт. И дать попробовать минус по секретруму, где играет Вори. Но уже слишком поздно. Хорошая хаешка в пленте. Есть информация по Ятагану. Зи нашел, конечно же, минус по Вори. Но слишком поздно. Это 4 в 2. Ятаган будет играть через шорт. Выходит перестрелка с Эвестейшном. Не приносит ему дефидентов. Это 9-7. И что за матч? Мы с вами смотрим. Ох ты, боже мой. Так, ну что. Если этот раунд берут. Команда Трибус. В целых 3 матча. Ой, это будет. Да ладно. В первом же дебютном матче сезона против обновленного состава. ОХЗ. И уже вот Трибусов будут матч-поинты в их пользу. Да. Вот это действительно начало, которого мы с вами заслуживаем. Непредсказуемое и просто феерическое. Ну что же. Энтри фраг снова по Фриду. Стоит отметить, что у Виталия Попова абсолютно ничего не получается на серии топов. Да, в принципе, на этой карте Виталий не так много импакта, как обычно вносит. У Райдена огромные проблемы за боксами. Здесь приходит очень вовремя. Олег экономит. Олег просто сейчас закрывает в соло весь бэплэнт. Сноушки тоже погибает. Это и раунд, которые должны атрибуции были забирать со 100% вероятностью. Становится 100% вероятностью практически для команды АОХЗ. Но здесь очень многое зависит от позиционки. Все-таки как Эвэстейшн здесь играет. Но Эвэ выбирает более чем дефолтную позицию. У Вейк тоже встает на очень открытый простор. И здесь будет очень тяжело Уэйку играть. Но расчет идет больше на Эвэстейшн здесь. Ну что, пикает, пикает, изи. И Райден есть минус. Ну и что, Эвэстейшн? Давай! На тебе этот раунд. И все, его прочекали. Отлично. 2-1. 2-1. И счет на табло становится 9-8. И мы сейчас будем выходить на смену. На смену, на смену, на смену. Ох, дорогие друзья, представляю, что у вас там за кашу в голове творится. Почему 9-8, а уже идет вторая серия допов. Ну вот так вот, дорогие друзья. Новая система. New system. New system. Поехали дальше. Команде ОХЗ придется брать здесь как минимум 2 раунда. Если они 2 раунда отдают сопернику, то соперник побеждает. Ох, дорогие друзья. Ну я не знаю. Ну я не знаю. Я, конечно, немного под впечатлением. Очень много у меня, в принципе, также сумбура в голове вместе с вами придет. Сейчас немножко внимательно следить за счетом того, что команды сами по себе тоже не отличаются внимательностью. Все-таки они больше именно находятся в системе экшена. Мы с вами больше со стороны как-то смотрим. Нам именно с подведением итогов и систематикой счета немножко проще, нежели команда. Поэтому смотрим внимательно за счетом. Ну что, 9-8. И команду атрибута деляет 2 раунда от победы. Но если 3 раунда берут команда ОХЗ в атаке, то они, в принципе, также здесь побеждают. Но активный пик на мидл от Солушки с планом. И Итаган здесь должен приходить на хулбу и дарить фраг своей команде. Но пока что первый минус от Солу по Вейзику. А вот это уже неприятно. Но там еще и аркада от Солушки дальше имеется на мидл. Солушки все-таки находят фраг по Итагану. Размен от плана. Точнее, не размена, а очередной килл был от плана. Зишка с Райденом в очередной раз остается вне удел. Но как-то в атаке у этих ребят совсем дела плохи. Но здесь смещение, конечно, коннектора от Вори. Вори находят голову Зишки и Райден соло. И снова Максим один в пять. Первый минус нашел, второй нашел. Слушай, если сейчас Солушки будет пикать, то могло быть очень опасно. Хорошая хаешка подранная. Просто филигранная по таймингу. И Максим Бабушкин остается один против троих. Но здесь все отлично. Третий минус от Макса. И здесь уже два соперников ждут. Мастомой ждут. Ой, Макс, ну не туда, не туда. Максим, вернись. Вернись, тебе все простят. Солушки выходят и ставят точку в этом раунде. Это 10-8 за командой А-3 бут. И у них один матч-поинт прямо сейчас. Да хуй один, два матч-поинта у них. Ну что, справятся ли эти ребята? Давайте узнаем. Райден это самый живущий вообще парень из команды АОЭкзе. Просто до серии допов часто оставался один. Сейчас опять же соло трипл килл оформил. Но здесь опять же поджим у нас был от Вори на коннектор. Получил дамага приличное количество. И Итаган пытается добраться все-таки до своего оппонента. Пытается добить ему жертву. Но здесь рокировка у нас небольшая произошла. Вори смещает в луга плейнт. А коннектор закрывает вейкич. Эвостейшн принимает вейзика. И судя по всему АОЭшки попытается вломиться на Б плейнт. Но самое главное по одному не открыться. Слушай, вот тебе на матч открытия. И тут такая сенсация. Но вот пока сенсации еще не произошло. Но все довольно близко к этому идет. Через шорт идет Итаган. Его здесь в упоре включает. А выстаешь, выстаешь, он погибает. Какая же элементарная невнимательность. Внимательность сейчас команду Атрибутс просто подводит. Это был раунд 5 в 3. И уже 2 в 3 в пользу команды АОЭкзе. Здесь, конечно, шикарно все делают. Но подожди, вейк нашел минус. И сразу же перестал устанавливать бомбу. Нужно понять, как теперь играть. Вейк отходит. Вейк понимает, что с той же позиции ему пикать вообще нерезонно. И Олег понимает, что соперник, наверное, не настолько глуп, чтобы сразу же с той же позиции пикать. И устанавливать бомбу. Но с КТ пойдет вариант. Но вариант очень битый. Судя по всему, да. Томас найдет по нему минус. Ну что же. 1 в 2. Вейк Итч знает, где находится Итаган. И примерно понимает, как играет Олег Ановнин. Олег все. Начекал. Начекал. И Томас ставит точку в этом раунде. 10-9. 10-9. И последний матчпойнт у команды Атрибутс. Прямо сейчас. Ну что, твои славки? Я не знаю. Здесь настолько все трудно к восприятию. Не знаю. После вот этих матчей в квалификации элитного боевого дивизиона немножко тяжело анализировать игры профессиональных команд. Будем их так называть. Потому что все-таки легендарный дивизион. Это дело такое. Дело довольно тонкое. Я не знаю. Мне кажется, здесь еще одна серия допов точно будет. И АОшки, мне кажется, должны ее будут забирать. Хотя то, что мне кажется, это кажется только мне. Это мои проблемы. Хорошо. Здесь опять же через миддл. Идут костяком в своем игроке команды АОХЗ. Я думаю, СОУШКИ должен это прекрасно понимать. Он видел. Он аркадил. Но и смещение. Да, СОУШКИ через пески. Пошла чуть сделка. А СОУШКИ в ритм. Есть фраг. А очередной фраг добывает СОУ для своей команды. Трифл килл, СОУШКИ. Да что ты делаешь? Есть информация еще и базишки, которые ловятся по позиции. Бобсайта. Райден погибает. Идти. Остается один. Находит враг. И все-таки СОУШКИ его дожимает. Квадро килл в исполнении СОУ. ГГВП. Команда Атрибутс побеждает АОХЗ. 11.9 на второй карте. 2.0. Вот тебе, пожалуйста, и старт сезона. А вот скажи такое кому-нибудь. Ну, неделечку назад и... Да. Да, попробуй, скажи. 11.9 на второй карте.